МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Галина Ивановна. Добрый день. Галина Ивановна, говорить мы с вами сегодня будем о теме капитального ремонта многоквартирных домов. Тема эта интересна многим, есть по ней вопросы и немало. Расскажите нам, что сегодня из себя представляет региональная программа капремонта. Как известно, она у нас стартовала 29 ноября 2013 года. Пошли первые квитанции, первые платежи, было много вопросов от собственников. Хочется отметить, что до сих пор многие боятся оплачивать платежи. Бояться этого не нужно совершенно. Программа действует, мы видим, что действует достаточно успешно. В 2014 году у нас были по этой программе отремонтированы первые 4 дома. Два из них ушли переходящими на 2015 год, подрядчик не зашел. Тем не менее, региональный оператор свои обязательства перед собственниками выполнил. Был выбран новый подрядчик. И в 2015 году эти дома успешно отремонтировались. Был ремонт фасада, произвели утепление. Также в 2015 году был проведен ремонт трех из шести многоквартирных домов. Три не зашли, потому что там была поздно проведена торговка. Дело в том, что собственникам необходимо как-то поактивнее у нас работать в плане согласования с МЕТ. Чем быстрее согласовывается техническая документация, тем быстрее фонд выставляет на торги этот вид работ. Но отопление останавливать никто не собирался. С жителями была достигнута договоренность, что мы перенесем эти дома на 2016 год. И весной подрядчик приступил к капитальному ремонту. Три дома, которые были отремонтированы, это Суходол, два дома и один Сургут, утепление фасада. Ремонт инженерных сетей по двум домам был выполнен по плану пораньше, а три в этом году отремонтировались. И плановый 2016 год у нас идут полным ходом. Ведется утепление фасада, как в Серегиске, так и в Суходоле. Ведется ремонт инженерных сетей. Один дом сдан, четыре на подходе. Работы практически уже завершаются. Выполнение по некоторым домам 95%, по другим порядка 80%. Но отопление заменено полностью. И отопительная система стоит под давлением. Где-то дома уже под теплом. Люди уже сидят в тепле и не мерзнут. Там, где было признано утепление фасада, это дома в Серегиске и в Суходоле. Жители довольны. Выразили благодарность подрядчику, фонду. Очень довольны, что тепло. Что не зря выбрали этот вид работ. Поэтому программа, как видим, работает полным ходом. Бояться платежей не нужно. Нужно как-то активность свою повышать. Но у нас, конечно, есть претендент, когда собственники с низкой собираемостью могут уйти на другой год. На что требуется от самих жильцов квартирных домов? Кроме активности-то что еще? Прежде всего необходимо понимать, что если у вас в ближайшие годы, то и собираемость должна быть на уровне и ниже 80% с дома. Потому что у нас претендент, как я сказала, уже был. Дом сменил вид работ на стадии согласования с МЕД, имея низкую собираемость. В итоге на 2016 год они зайти не смогли. Потому что кто платит, тот ремонтируется. Сейчас ведутся переговоры, чтобы попробовать на 2017 год их включить. У них собираемость пошла вверх. Будем, конечно, идти навстречу с жителями, добиваться. Но здесь больше всего зависит от самих собственников. Должны платить прежде всего. Сейчас первые дома делаются за счет общих средств, за счет общего котла. И дома ремонтируются не только за счет своего дома, но в основном за счет тех, кто тоже так же платит. Поэтому, чтобы не подводить остальных, необходимо оплачивать. А должников много? Должников много. У нас собираемость порядка 68% по населению. Это достаточно низкий процент. Особенно среди северных районов мы, конечно, маленько тут отстаем. И фонд сейчас нарабатывает достаточно хорошую положительную судебную практику. И хотелось бы, чтобы к жителям нашего района были применены штрафные санкции через суд. Поэтому просьба ко всему жителям отнесись ответственно, оплачивать вовремя. Если есть какие-то вопросы, какие-то... Куда обращаться? Телефон какой-то? 2-14-69. Мой телефон горячая линия администрации по жилищно-коммунальным вопросам. Также в Суходоль на Школьной 66 есть представители фонда, которые помогут в крайнем случае какие-то недочеты в квитанциях, там ошибки исправить. Есть с площадями, есть еще какие-то там ошибки. И, пожалуйста, подавайте заявление. Обязательно прикладывается копия паспорта, копия правоооставляющего документа на квартиру. А дальше специалист отработает этот вопрос. Если что-то не получается, звоните нам, мы подключаемся и оказываем помощь. Галина Ивановна, вы сказали, что во многих домах уже капитальный ремонт подходит к своему логическому завершению. Есть ли объекты, которые уже заданы, уже завершились работы до конца? И каковы планы на следующий, 17-й год? Не так он и далеко? У нас уже завершились работы по трем многоквартирным домам, где прошло утепление фасада. Это Сергийск Ленина, 126, Сергийск Гаррина Михайловского, 24. Суходол, Советская, 2 объекты сданы. Сейчас утепляется Сергийск Лесная, 1, тоже на подходе. Сданы работы по замене инженерных систем на Сергийске Максима Горького, 5. По четырем домам, один из которых Советская, 63 и 3 Суходольских, ведутся работы по замене инженерных систем, как уже было сказано ранее. Отописная система готова, запущена. Остаются замены горячей и холодной воды и водоотведения. По плану на 2017 год у нас уже сметная документация готова, уже вывешена на аукционную площадку, на электронную. Поэтому я думаю, что уже подрядчики будут выбраны в ближайшее будущее. А сколько домов запланировано на 2017 год? На 2017 год у нас плановых 13 домов. Возможно, еще добавится тот дом, который у нас пришел переходящим, который на 2016 год не зашел. Работу мы сейчас ведем. С министерством переговоры, с фондом ведутся. Пакет документов направили. Будем пробовать включаться дополнительно. Надеемся, что все пройдет успешно. Жильцы как-то содействуют в капитальном ремонте? Не лезут ли, не советуют, какие-то, может, предложения вносят как-то? Здесь как раз должна быть активность от жителей. Потому что, прежде всего, если что-то не так, если что-то не нравится, пусть лучше позвонят. Мы где-то согласуем, будем выезжать на дом. У нас, конечно, бывает не всегда все гладко. Бывает, был не совсем хороший опыт у нас в прошлом году с подрядчиком. Но, слава богу, благодаря активности жителей ситуацию решили положительно. Самое главное, не молчать. Если что-то не так, обязательно звоните на телефон горячей линии 2469. Если есть какие-то вопросы, мы консультируем, объясняем. Ведем диалог со стыковым между подрядчиком, фондом, жителями, чтобы все было согласовано. Самое главное, чтобы жителей все устраивало. Потому что они оплачивают этот капремонт за счет собственных средств. И, конечно, люди хотят видеть то, что они ожидают. Поэтому здесь мы идем навстречу и работаем в интересах жителей. Галина Ивановна, к нам в редакцию поступает немало вопросов. И по сегодняшней теме, в том числе, выписали некоторые из них. Давайте на них остановимся. Получили квитанцию по капитальному ремонту в новостройке. Улица Заводская, село Сергиевск. Дом новый, на гарантии. Разве должны платить за ремонт? Платим за ремонт в управляющую компанию. Квитанции пришли с большим долгом. Что скажете? Гарантийные сроки по новостройкам относятся к недостаткам, которые выявились в процессе эксплуатации. Если подтвердиться, что это на самом деле так, и что недостатки явились следствием ненадлежащего исполнения обязательств со стороны застройщика, то они будут устраняться за его счет. Это первый вопрос. Это не относится к капитальному ремонту. И жители не должны путать текущий ремонт и капитальный. Текущий ремонт – это отчисление управляющей компанией, содержание текущего ремонта, куда входят аварийные бригады, услуги управления. И также часть платежей копится на счете дома, чтобы позадился текущий ремонт. Текущий ремонт – это, допустим, покраска в подъездах стен, восстановление каких-то элементов, что-то еще, что жители, допустим, в процессе эксплуатации, когда что-то портится, что не относится к гарантийным срокам. Это текущий ремонт. Капитальный ремонт – это полная замена инженерных сетей, ремонт кровли полный, ремонт фундамента и утепление, либо ремонт фасада. А многоквартирные дома, которые по Сельгевску, Заводской 3, 4, 6, 8, были включены в региональную программу капитального ремонта 29 апреля 2015 года. В соответствии с действующим законодательством, по истечении 8 месяцев у жителей возникается обязанность уплаты взносов. Поэтому из-за чего пришли с долгом? Региональный оператор провели работу по выверке лицевых счетов, и региональный оператор выставил платежи начиная с января месяца. Все в рамках действующего законодательства. Наш дом стоит в программе с ремонтом инженерных сетей. Мы не хотим этот вид работ. Можно ли сменить? В принципе, мы уже об этом говорили. Да, сменить можно. Необходимо оформить протокол. Протокол должен содержать 2-3 голосов собственников, которые выражают согласие с этим решением. Направляйте к нам, промышленный коммунальный отдел. У нас в районе действует комиссия, которая рассматривает эти документы. Собирается пакет документов, направляем в министерство, направляем в фонд региональному оператору для внесения изменений в программу. Почему дом не ремонтируется полностью, делается только что-то одно? Ведь капитальный ремонт подразумевает ремонт всего общего имущества. Региональная программа капитального ремонта, которая была принята, не подразумевает комплексный вид работы. Делается отдельный вид работы, сейчас первоочередный, то есть то, что наиболее в плохом состоянии. Представьте, многие дома не ремонтировались очень много лет, и если мы сейчас будем комплексно ремонтировать каждый из домов, остальные просто не дождутся своей очереди. Естественно. В новостях говорили, что новостройки освобождаются на 5 лет от оплаты взносов. Так ли это на самом деле? Да, эти изменения вступили в силу с января этого года. Это относится к тем новостройкам, которые введены в эксплуатацию после 1 июля 2015 года. Именно они освобождаются от оплаты. Если дом введен в эксплуатацию ранее, то он уже подлежит к оплате. Отчисляется 8 месяцев с даты внесения в региональную программу. Но здесь по новостройкам тоже необходимо смотреть. Дом должен быть внесен в региональную программу. И как только истекает срок пятилетний с момента эксплуатации, житель же обязан платить. Не надо путать 5 лет, когда внесен в программу, 5 лет, когда начали эксплуатировать дом. Отсчет идет с момента начала эксплуатации дома. То есть есть сроки? 5 лет, есть сроки. Да. Допустим, дом введен в эксплуатацию в январе 2016 года. В программу его внесли в июле 2016 года. Но отсчет идет с января 2016 года. 5 лет. Галина Ивановна, повторите нам еще раз телефон контакта. Куда можно обратиться с тем или иным вопросом именно по этой теме? 2-14-69. Телефон горячей линии по ЖКХ администрации Моиспольмерно-Сергевский. Окажем необходимую консультацию. Если необходимо помочь в составлении каких-либо документов, точно так же документы помогаем составлять. Смотрим, проверяем. То есть оказываем полную помощь жителям. В завершении, что бы вы сказали нашим телезрителям, кто сейчас смотрит? Прежде всего, что не надо бояться этой программы. Она у нас уже активно действует на районе. Прежде всего, опять повторюсь, необходимо оплачивать. Не подводите ни себя, ни своих соседей, потому что случаи у нас уже на районе, как было сказано, уже появились такие. И прежде всего, ваша активность. Потому что необходимо где-то документы составлять. У нас многие неактивно приходят на собрание. Тоже нужно проявлять и свой гражданский долг. И если вы хотите нормально зайти в капитальный ремонт, выполнить те виды работы, которые вы хотите, за которые вы оплачиваете, за которые вы платите взносы, где-то нужно быть поактивнее. Если что-то не так, если что-то беспокоит, звоните. Мы выезжаем, мы также консультируем по телефону, оказываем полную помощь. Самое главное – активность жителей. Спасибо, что пришли к нам сегодня. А на сегодня это все. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин